Одним из наиболее частых вопросов, которые задают граждане, приходя к нам на приемы, это что такое поверка приборов учета, кем она должна выполняться и как действовать собственником в таких ситуациях. В соответствии с жилищным законодательством приборы учета принадлежат собственникам, являются их собственностью, и, следовательно, все необходимые меры по обеспечению надлежащего их содержания, своевременной поверки, лежат на собственников. Таким образом, прямой ответ, поверка прибора учета – это обязанность собственника, которая выполняется собственником за свой счет. Управляющая организация к индивидуальным приборам учета не имеет никакого отношения. Для того, чтобы провести поверку, собственникам необходимо следить за сроком поверки. Срок поверки указан в паспорте прибора учета, и паспорт прибора учета необходимо хранить как свой личный паспорт гражданина Российской Федерации. Именно в паспорте указываются сроки, когда прибор учета необходимо снять на поверку и отнести в организацию, которая имеет право проводить поверки. Либо пригласить организацию, которая, не снимая прибора учета, это касается водяных счетчиков, может проверить правильность его работы и выдать соответствующее заключение. Необходимо понимать и знать собственникам, что перед снятием приборов учета на поверку требуется пригласить представителя управляющей организации, либо ресурсоснабжающей организации, если прямые договоры и платежи действуют между собственниками и ресурсоснабжающими организациями, и зафиксировать, что пломба на приборе учета не повреждена, и прибор учета находится в рабочем состоянии. Только после этого можно его демонтировать, проверять его работу и затем вновь устанавливать. Для водяных счетчиков демонтаж может осуществлять любая организация, а вот для газовых и электросчетчиков демонтаж счетчика должны осуществлять специально обученные специалисты. Для газового счетчика это конкретно та газовая организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание собственником. После проведения поверки, после установки счетчика, ситуация должна складываться таким же образом, как и при его демонтаже, то есть потребитель, собственник приглашает ресурсоснабжающую организацию, либо управляющую организацию для введения прибора учета в эксплуатацию. Делать это нужно в письменном виде, в обязательном порядке, потому что устные обращения управляющие организации могут игнорировать. И в течение 30 дней исполнитель услуги должен ввести прибор учета в эксплуатацию. Ну вот, пожалуй, все. Я хочу пожелать нашим потребителям внимательно относиться к требованиям законодательства, следить за состоянием своего имущества и своевременно выполнять те работы, которые требуются в соответствии с техническим регламентом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!